Всем привет! И сегодня на канале Алиэкспресс Страна Чудес будет очередной обзор бижутерии. По традиции, начиная с неприятностей, приехала очередная брошка Вау, какая красивая и очередной дефект. Честное слово, начинает разочаровывать очень сильно вот это вот отношение продавцов к отправке товара, который стоит не 3 копейки, когда есть какие-то дефекты. На этой брошке, на одном камне, есть небольшой скол. Вот так вот, я надеюсь, видно вот здесь. Обещал выслать повтор. Брошка очень красивая, такая воздушная, легкая. Минимум металла, максимум камней. Очень красиво смотрится, но тем не менее, вот такая вот вещь. Обещал прислать повтор, будем ждать. Что касается вообще дефектов. Последнее время девочки и мальчики участились в случае, когда не самая дешевая бижутерия приходит с какими-то дефектами. Поэтому настоятельно всем рекомендую, вот, например, как вот с этой брошкой у меня было, обязательно снимать видео распаковки товара, чтобы спокойно выигрывать свои споры. Чтобы представители Алиэкспресса видели, что всё вот было вот в таком виде уже вынуто из посылки. А не то, что вы там что-то сломали, отломали или ещё что-либо сделали. То есть снимайте обязательно распаковку на видео. И не только что-нибудь дорогое, а рекомендую даже дешёвое что-то снимать, чтобы потом было меньше вопросов. Чтобы снимать видео побыстрее, чтобы долго не грузить его, сразу рекомендую подготовить всё, взять ножницы, ещё что-то. То есть, чтобы максимум быстро показать свой там трек-номер, адрес на конвертике, да, чтобы было видно, что это именно эта посылка, именно от этого продавца. Быстренько всё это распаковать, всё это осмотреть. Если есть какие-то дефекты, показать их в кадр, чтобы потом побыстрее грузилось видео. Ну, теперь давайте перейдём к чему-нибудь хорошему. Перейдём к чему-нибудь хорошему. Перейдём вот к этим вот серёжкам. Серёжки классные, серёжки производства Ксупинг. На серёжках, на замочках есть клеймо от Ксупинга. Вообще, у этого продавца практически все украшения в магазине производства Ксупинга. Я, конечно, многих разочарую. Этих серёжек уже нет в наличии. И я думаю, вряд ли они будут. Есть два похожих магазина. Вот этот вот, честно говоря, не помню, как он называется. И вот этот вот самый Роллесон, который присылает. То камни не того цвета, то сломанные швензы. Вот из этого же магазина у меня приехали серёжки, которые, помните, да, оранжевые. То есть, они оранжевые приехали. И вот эти вот серёжки я ими очень-очень довольна. В принципе, даже не вижу смысла так прям обзор-обзор делать на них, потому что их просто уже нет в наличии. Вот тут такой розовенький циркончик ставлен. Тут такой вот жёлтенький. Изнаночка такая классная, красивая, бронебойная такая. Очень гладкая, очень... Не жалею, что купила эти серёжки. Очень мне они в реальности понравились. Так что ссылочку я оставлю просто на этот магазин на серёжки. Выбирайте сами, какие хотите. Этих уже просто-напросто нет в наличии. К сожалению. Увы и ах. Теперь перейдём к этой вот коробочке. Это на самом деле не на сладкое, а можно сказать, всё-не-сё-не всё в принципе хорошее, кроме того, что есть какие-то разочаровашки. Коробочки, девочки. Кто-то спрашивал совсем недавно эти коробочки. Да, эти коробочки у меня был обзор. Под видео я обязательно оставлю ссылку на тот обзор. Эти коробочки можно купить на Алиэкспресс. Как сейчас помню, была платная доставка. Может быть, сейчас что-то изменилось. Оставлю просто ссылку на видеообзор на эти коробочки, чтобы долго не заострять на них внимание. Итак, приехали две вот такие прелести. Прелести достались просто за сущие копейки. Вот такая вот брошь с собакой Муми Троль. Покупалась вообще всего за 100 рублей. Она вся цирконистая, вся красивая. Но, честно говоря, мне эта собачка не очень понравилась, потому что напоминает она мне какого-то Муми Троля больше, чем собачку. Но, учитывая, что она вся цирконистая, и купила я ее за 100 рублей, замечательная покупка. У этого же продавца была куплена вот такая вот белочка. Если вы зайдете по ссылочке, посмотрите, у белочки вот здесь как будто бы что-то такое красненькое. На самом деле это просто отражается тень. Вот если вот так вот поднести, вот что-то красное, видите? То есть получается, что вот так вот оттеняет. На самом деле она вот такая просто вся золотая. В этой брошке есть большой огромный плюс. Вот это вот натуральный пресноводный жемчуг. Но продавец все-таки обманщик, потому что здесь с этой стороны, как вы видите, глазика не видно, а на фото у него глазик виден. То есть там должен стоять циркончик. А здесь просто стразик приклеен. Но эта брошка мне тоже досталась за 90 рублей, поэтому спор я открывать не буду, просто занижу оценку. Такая же белочка есть в магазине у нашего любимого продавца Виллиан Бэби. Она оранжевенькая и, по-моему, у него черненькая еще такая же белочка есть. Цена практически сейчас одинаковая, так что выбирайте, где купить. И у Виллиан Бэби такая белочка, там кулон. Это не кулон. Вот так вот. Так что, как я уже неоднократно говорила, очень часто похожие вещи только с виду похожие, а на самом деле очень сильно разные. Ну и ближе-ближе к сладкому вот такое вот колечко приехало мне очередное с гладким камнем. Думала, честно говоря, что это к суппинг, не нашла никакого клейма. Но, тем не менее, колечко классное. Очень красивое. Центральный камень это стекло. Это никакой не камень, это не пластмасска, это стекло. Ну и вот так вот по краешкам сделаны циркончики. Очень красиво смотрится на руке. Замечательное колечко, стоит не копейки, за 200 чем-то рублей я его брала. Ну, вы знаете мою любовь к гладким камням, поэтому очередной гладкий камень в мою коллекцию колец. Ну и, наверное, на сладкое сегодня получается вот этот вот таксёныш. Сейчас, кстати, сегодня... Сегодня что у нас? 1 мая. Сегодня, 1 мая, на эту брошечку тоже есть скидочка. То есть там два цвета, серебро, золото. Можно выбрать цвет и что-то она там 200 рублей с копейками стоит. Очень хорошенькая такая цирконистая таксочка, прикольная. Вот такая вот здесь изнаночка, моя любимая застёжечка. Всё прекрасно и всё замечательно с этой таксочкой. Очень-очень хорошенькая брошечка. Собственно, а на этом сегодня всё. Всё. Если кому-то уже надоело смотреть обзоры бижутерии, девочки, ну, не надо так грозно выражаться об этом в комментариях. Ну, просто не смотрите. И всё. И всё. И никто вас не заставляет это делать. Не нравится, что-то вам тут дёшево выглядит. Ради бога добро пожаловать в ювелирные магазины. Там вас ждут с распростёртыми объятиями. вас вместе с вашим кошельком. Ну, а на этом сегодня всё. Ещё раз повторюсь, все ссылочки есть внизу в описании. Всем удачных покупок, мира и добра. И пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»